Проблемное строительство сельских школ Санэпидстанция Роспотребнадзор требует, чтобы мы в этом здании провели капитальный ремонт потолков, стен и полов В принципе, это совершенно нецелесообразно, поскольку все это будет требовать снятия электропроводки, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения Потом все это снова нужно будет монтировать, то есть это просто-напросто выбрать денег на ветер Так или иначе, но строительство для властей оказалось задачей непростой Долгострой, которому уже восьмой год на грани заморозки, возникли проблемы с финансированием Строительство идет по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» Сметная стоимость данного объекта была около 250 миллионов рублей На сегодняшний день уже больше половины этой суммы освоено Четыре здания блока школы уже возведены В этом году мы заявились по этой программе в федеральные органы Ждем подписания данного документа На финансирование осталось примерно меньше 100 миллионов суммы Поэтому надеемся, что будет распределение Сегодня здание действительно практически готово Схожая ситуация складывается и в Аликатанов Но здесь стройка несколько отстает от Усть-Есинской Лариса Карпова делает заявление Сейчас все силы нужно бросить на какой-то один объект К первому сентября запустить в Усть-Еси, а в 16-м году в Катаново Верховный совет со своей стороны обеспечит контроль этого Нет необходимости ждать, когда придут федеральные деньги Надо вкладывать свои деньги, это раз И второе, второй рычаг, и немаловажный, мы им очень часто пользуемся Это обращение в Государственную Думу и в соответствующие министерства Мы сейчас этот вопрос посмотрим Посмотрим, в какой стадии решения этого вопроса Если деньги действительно предусмотрены, то нет необходимости об этом говорить А если федералы не собираются выделять деньги, нужно, конечно, делать обращение И вот как по детским садам мы были инициаторами Еще три года назад нас поддержали все субъекты, и тогда деньги пошли Положительный опыт депутатского контроля действительно есть Вспомнить ту же Троицкую школу, грандиозный долгострой Когда у местных жителей опускались руки Верховный совет продолжал писать обращения в Госдуму на финансирование И в результате деньги удалось собрать Остается надеяться, что и в этот раз федеральный центр не обделит вниманием Хакасию Стоит отметить, Аскизский район не единственный в республике, где имеются проблемные стройки школ Аналогичная ситуация в Арджиникидзевском В ближайшее время Лариса Карпова посетит село Июз Именно проблемы строительства сельских школ станут одним из главных вопросов заседания рабочей группы модернизации образования Итоги поездки Ларисы Карповой в районы Хакасии лягут в основу предложений, которые будут выработаны по результатам заседания рабочей группы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин